Полномасштабная военная агрессия России против Украины в корне изменила качественный и количественный состав ВСУ. По оценкам министра обороны Алексея Резникова, в вооруженных силах сегодня насчитывается около 700 тысяч личного состава. При том, что в конце 2021-го военных было всего 246 тысяч. Часть тех, кто сражается на поле боя, прошли обучение за границей на лучших образцах западной техники, которую с марта прошлого года партнёры поставляют Киеву. Выросла огневая мощь в плане качественных показателей, потому что по количеству того, что нам нужно, больше стволов пушек, больше артиллерийских систем, но при этом выросла точность стрельбы, снизился расход снарядов. При том, что некоторые системы выделяются для контрбатарейной борьбы и при этом расходы у расистов по артиллерии растут. Так можно сказать, что у нас выросла не столько огневая мощь, как качество распоряжения ей. В начале полномасштабного вторжения самыми современными образцами ствольной артиллерии на вооружении ВСУ были советские установки производства 80-х годов прошлого века. В апреле 2022-го украинская армия получила американские 155-миллиметровые гаубицы. Установка в два раза легче, чем её советские аналоги. Расширилась и увеличилась номенклатура снарядов. Их точность в разы превосходит те, которые использует российская армия. Если в войне 2014 года по пальцам одной руки можно было пересчитать случаи, когда наши артиллеристы могли попасть в движущуюся цель, в движущийся танк, например, который двигался на поле боя, то сейчас это происходит чуть ли не каждый день. Насколько точны эти гаубицы. Есть боеприпасы экскалибур – это вообще, я не знаю, это вершина технологического мастерства. Это, по сути, ракета, которая выстреливается из ствола обычной гаубицы, летит на расстояние 40 или даже больше, в некоторых случаях, до 60 километров её можно затянуть. И с точностью один метр попадает в нужную цель. Украинская армия без преувеличений удивила мир не только смелостью, но и военным мастерством. ВСУ максимально используют возможности западной техники. Если помните такую историю, которая перевернула мировое военное искусство, это то, как вооружённые силы Украины используют М-142 «Хаймерс». Вообще-то, в американской армии «Хаймерс» – это такая штука, чтобы хирургически уничтожить небольшой дот противника в условиях городской застройки или общевойскового боя. А здесь оказывается, что вооружённые силы Украины нашли формат, как их применять. И «Хаймерс» как оперативно-тактический комплекс с дальностью стрельбы на несколько десятков километров по позициям противника превратился в интересный инструмент, как высыпать несколько десятков килограммов взрывчатки на расистов там, где они наиболее уязвимы. Западные образцы колёсной гусеничной техники, противотанковые ракетные комплексы, гранатомёты, системы противовоздушной и противоракетной обороны, самоходные артиллерийские установки, дроны. Помощь партнёров превратила ВСУ в современную армию с колоссальным боевым опытом. Поэтому обновлённая украинская армия после победы над Россией станет основой защиты восточных рубежей Европы, уверены эксперты. «Всё, что вокруг себя россияне видят, это нужно оккупировать. Это всё исконно русская земля. Будет это Япония, будет это Китай, всё нужно оккупировать. Поэтому очевидно, что после того, как мы выйдем на государственный картон, на этом государственной границе мы будем держать оборону. После окончания войны украинская армия – это будет армия с наибольшим боевым опытом в Европе. Такого боевого опыта нет ни у кого, ни одной страны, которая так ввела такую широченную войну». Украинские вооружённые силы после окончания полномасштабной войны будут насчитывать около полумиллиона личного состава, считают эксперты. Также в разы увеличится финансирование армии и оборонно-промышленного комплекса. После таких трансформаций вступление Украины в НАТО станет неизбежным. Субтитры создавал DimaTorzok